МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. Обещанного ждут. Когда начнут достраивать противотуберкулезный диспансер на Волтайска? Что нужно сделать, чтобы у легкоатлетов края появился отдельный спортивный комплекс? Игре все возрасты покорны. Диктует, какой бы она захотела стать. И вот такой и становится. Как барнаульская пенсионерка изготавливает кукол, от которой хочется улыбаться. Противотуберкулезный диспансер на Волтайске начали достраивать, сообщили в Министерстве строительства региона. В этом году застройщик СЭЛФ обещает доделать несколько корпусов. Но о сроках окончания строительства речи пока не идет. Работы, по словам представителей компаний, слишком много. Напомним, строят диспансер уже 8 лет. Объект несколько раз консервировали. Постоянно возникали проблемы с финансированием, с подрядчиками. На строительство при этом потрачено уже больше миллиарда рублей. После визита на долгострой губернатора Виктора Томенко ситуация с объектом сдвинулась с мертвой точки. Ну, по крайней мере, теперь назначен подрядчик. Он реализовал уже около 80 миллионов рублей. В настоящий период времени работы на объекте продолжаются. Работы ведутся в основном по вспомогательным корпусам, таким как пищеблок, патологоанатомический корпус и прачечная. До конца года планируем максимально завершить отделку в данных корпусах. Также ведется монтаж внутриплощадочных тепловых сетей, которые планируются завершиться к отопительному периоду. Ну, а идут ли работы на объекте сейчас? И кто теперь контролирует реализацию государственных денег? На эти вопросы пытались найти ответ наши корреспонденты. Об этом мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Ну, а тем временем правительство края готово выделить землю и частично профинансировать строительство в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Денис Губин. Но, правда, предшествовать этому должна большая работа Федерации легкоатлетики края со Всероссийской Федерацией и Министерствами спорта, как нашими, так и российского уровня, на предмет стратегии развития этого вида. А на данный момент есть договоренность с ректором технического вуза Андреем Марковым о том, что после ремонта манежа университета в нем должны сохраниться условия для занятий легкоатлетикой не только студентов, но и спортсменов-легкоатлетов края. Напомним, неделю назад наш именитый земляк Сергей Шубенков и его не менее известный тренер Сергей Клевцов во всеуслышание заявили, что после реконструкции манежа профессиональным спортсменам невозможно будет там тренироваться и проводить турниры. А пока к другим темам. 84 уголовных дела, фигуранты которых несовершеннолетние, возбудили следователи края за первые полгода этого года. Как правило, речь идет либо о кражах, либо о наркотиках. Последним посвящено 18 дел. Я не говорю, что все 18 будут с закладками связаны. У нас как коноплю дикую рвали, как во дворах рвали, носили ее, то есть задерживались. И такие есть тоже. 7 из 18 – это непосредственно сбыт. И несовершеннолетние, и взрослые занимаются незаконной деятельностью ради денег. За неделю им предлагают суммы, почти равные месячному заработку барнаульца. И уже это должно насторожить человека, считают следователи. Но в итоге совершеннолетние получают до 20 лет захоронения или сбыт наркотиков. А несовершеннолетние – более скромный, но тоже реальный срок заключения – 3-4 года под стражей. У нашей съемочной группы день накануне начался с возврата долгов. Нет, не мы и не нам. Рейд по неплательщикам устроили представители службы судебных приставов и сибирская генерирующая компания. Вместе с ними и прошлась по некоторым адресам, и наш корреспондент Дарья Айда Миллер. Людям в форуме должники дверь либо не открывают совсем, либо делают это с большой неохотой. В черном списке должников за тепло и горячую воду почти полторы тысячи потребителей. Судебный пристав исполнитель делает подобные рейды на регулярной основе, целью которых является выезд по месту проживания должника для ареста его имущества, находящегося по месту проживания, также в том числе и арест транспортных средств, порой даже недвижимое имущество с целью их ареста, реализации и погашения задолженности. Еще неплательщиков не пускают за границу. Отключить воду и тепло энергетики не имеют права. За горячую воду и отопление потребители города Барнаула в сумме должны более 220 миллионов рублей. Этих денег хватило бы, чтобы купить примерно 120 тысяч тонн угля, которого достаточно, чтобы ТЭЦ примерно в течение месяца производила тепло и горячую воду. При злостной неуплате задолженности мы вправе обратиться в суд. Однако при наступлении данных данного случая задолженность увеличивается на сумму пени, на сумму государственной кошины и зачастую на сумму искусственного сбора. Неплательщикам, до которых удалось достучаться, дают пару дней на сбор документов и оплату долга. А у тех, кто дверь так и не открыл, приставы имеют право арестовать все банковские счета и заставить принудительно платить долги. В общем, за закрытой дверью от взыскания долгов не спрятаться, но всегда можно пойти мирным путем, договориться. Для этого просто нужно прийти к энергетикам. Специалисты помогут составить удобный график погашения задолженности и избежать неприятностей с законом. Нариде Миллер, Лея Халяпин, День с толком. Нестандартным подходом в обучении школьников, в работе, в команде этому научат алтайских педагогов в рамках образовательной программы, которую реализует благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Министерство образования края и представители банка подписали договор о сотрудничестве. Подробнее далее. Благодаря подписанному договору алтайские учителя в течение трех лет будут повышать свою квалификацию, посещать обучающие тренинги московских специалистов высшей категории, чтобы вооружиться инновационными методиками и узнать, как правильно взаимодействовать с ребенком в мире гаджетов. Помочь учителю осознать, кто он такой, свой потенциал, свои возможности. И вместе с командой развивать условия для того, чтобы дать возможность ребенку двигаться в своем направлении. Благотворительная программа по обучению педагогов стартовала в прошлом году в двух регионах – Калужской и Ярославской областях. В ней участвовали свыше ста человек. Организаторы проекта рассказали, почему решили поддерживать и развивать российское образование. «Сбербанк видит реально потребность формирования людей, нового качества, нового свойства. И мы понимаем, что эти люди формироваться должны с детства. Поэтому те усилия, те действия, которые предпринимаются в образовательной сфере первой очереди – это то, где должен быть максимальный эффект, который отразится в будущем на тех поколениях, которые воспитываются». В этом году заявку на участие в проекте подали больше 30 регионов. Но отобрали только 10. В победный список попал и наш край. Совсем скоро в Министерстве образования назовут имена учителей, которым расскажут секрет обучения современных детей. «Школы в социально сложных условиях, школы с низкими образовательными результатами. Все школьные команды, именно в этих школах, показавшие наиболее высокую и быстрый темп динамики роста, они войдут прежде всего в этот проект». Создатели проекта также отмечают, что знания, которые педагоги приобретут на тренингах – всего лишь набор инструментов, к которым учителя должны добавить свой творческий личностный подход. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Ну и еще о творчестве. В то время, когда девочки всего мира играют в большеглазых странной красоты китайских кукол, она создает настоящие, почти живые произведения искусства. В куклах барнаульского мастера Надежды Воронцовой есть душа. Каждая деталь наполнена любовью. Наверное, поэтому, когда на них смотришь, улыбку, пожалуй, не могут сдержать даже самые взрослые и серьезные. А вот пока вы улыбаетесь, не забудьте ответить на вопрос, который прозвучит в сюжете, и разгадать тайну мастера. «Очень им нравилось дружить. И на полочке ночью они стояли рядом». Кукла Маша, кукла Даша. Надежда Воронцова играет в куклы, несмотря на возраст и на то, что основная профессия далека от творческой. Она учитель литературы, а в недавнем прошлом – лаборант в рентгенотделении. Возвращаясь из взрослого мира, она попадает в свой сказочный, где все герои на одно умилительно доброе лицо. «Это как почерк. Вот в первом классе приходят вот такие вот буквы, а потом уже буквы и почерк. Вот куклы так же». У каждой свой характер, своя душа. Вот добрая Катя, вот модница Алина. Это все время ворчит, как старушка, а кто-то, кажется, влюбился. Но у каждой есть один обязательный пункт – тот самый почерк. Он-то и вызывает улыбку. Разгадайте сами. Если нет – ответ в конце сюжета. А начинается все так. «Вот с такого шара берется и формируется лицо. Это будущий нос, это будущие щеки». Говорит, как только берешь в руки материал, уже слышно голос будущей куклы. Кажется, так уже было в какой-то сказке. Все предметы одежды, как для любимых детей, мастер создает вручную, учитывая пожелания требовательных заказчиц. «Вот она сама себе диктует, какой бы она захотела стать. И вот такой и становится». Кукольный трикотаж заказывает за границей, а отечественная сделана теплыми руками мастера. Обувь из натуральной кожи, выполненная на крошечной колодке. Недавно Надежда стала победителем конкурса фестиваля народов Сибири. Теперь сама проводит мастер-классы. После рождения каждая кукла начинает жить своей жизнью. И, возвращаясь к большеглазам из Китая, русские дети увлеченно играют в русские куклы. «На какой мультик пошли?» «На карелли львами». «Они красивые, и когда ты на них смотришь, у тебя появляется улыбка». «Тебе подружки заведуют, что у тебя такие куклы такая бабушка?» «Да». Говорят, женщина напитывается энергией через творчество. Надежда желает каждой найти дело, которое наполняет теплом мир вокруг. Евгения Даровска и Илья Халяпин. День с толком. Ах да, нашли обязательную черту, которая есть в каждом из этих серьезных лиц. Ну, конечно. Конопушки. Ну и через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». К этому часу все новости. Смотрите нас на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире. Смотрите нас на нашем канале.